Здравствуй, YouTube! Это видео о разборке ножа Kershaw Turbulence, оснащенного механизмом Assisted Opening. Фирма Kershaw называется он SpeedSafe. Заключается он в том, что есть пружинка, которая толкает клинок до конца после того, как вы нажали на флиппер. Приступим к разборке. Основным подводным камнем при разборке ножа является попытка разобрать закрытый нож. То есть в сложенном состоянии. Почему? Дело в том, что в Kershaw сделали так, что сложенный нож, пружина взведена, естественно, у сложенного ножа, и она полностью отдыхает, когда клинок открыт. Поэтому нож надо разбирать с открытым клинком. Значит, ну, первым делом надо снять клипсу. Клипсы Kershaw это отдельная песня. У них нету какой-то стандартной, большинство моделей придумываются какие-то свои, и далеко не всегда они удачные. У модели Kershaw Drone, в общем-то, клипса на самом деле не супер удачная. У Turbulence она мне больше понравилась. Она меньше мешает рукам, но она тоже странненькая. Но она, во всяком случае, очень красивая, на мой взгляд. То есть, вот так вот здесь гравировочка Kershaw, дырочки, вся она такая, вся из себя. Вот. Значит, итак, я не буду опять очень, скажем так, сильно задерживать вас при просмотре видео. Я просто покажу, что вот сейчас я отворачиваю винты. Крепится нож собран всего на трёх винтах. Правда, они достаточно длинные. Вот такие идут через всю толщину. Там внутри фигурные боночки, и у этого ножа Turbulence, рукоять открытого типа. У Kershaw Drone стоит сплошной спейсер, практически сплошной. Который оставляет место только для того, чтобы фактически проходил флиппер сквозь рукоять. Я Kershaw Drone, кстати, это единственный мой нож, который я не разбирал. Причём разбирал, не разбирал я его не потому, что там, как бы, ну, ассисты я побоялся там испортить или ещё что-то. Нет, я его не разбирал по той простой, банальной причине, что он работал идеально с первого же дня и жизни у меня. И до сих пор идеально работает. У меня к нему никаких претензий, никаких нареканий нет. Ну, сейчас я сниму осевой винт. Ну, не знаю, может быстро получится. Так, нет, быстро не получится. Так, снимаем. Осевой никак не обзаведусь хорошим набором отверток, чтобы не переставлять каждый раз насадку. Осевой затянут так, что просто мама не горюй. Просто я не знаю, с каким он адским усилием был затянут и явно посажен на какой-то такой же адский фиксатор резьбы. Извините, я нож из кадра уберу. Так, ну, в общем, здесь придётся явно повозиться. Я пока отключусь, разберу нож. И следующий шаг обязательно покажу. Ножа снят лайнер. В лайнере пропил, который, кстати, густо смазан твёрдой какой-то смазкой. Вот, пропил этот нужен для того, чтобы двигался, собственно говоря, торсион. Да, это пружинка. Единственное, что в многих ножах Кершау, в нескольких ножах Кершау, я не помню точно модели, я видел, что... Сейчас продемонстрирую. Я видел, что пружинка, одним концом она должна входить в пропил в клинке, это понятно, а другим концом она входила в дырку в самой рукояти. И это, в общем-то, ну, было правильно, потому что всё-таки металл упирался в металл. Здесь металл будет упираться и упирается в G10. Причём я так понимаю, что попадает он вот в этот маленький участочек. Соответственно, здесь всего, ну, 2 миллиметра этой G10 на самом деле. То есть, сколько времени прослужит эта хрень, честно говоря, непонятно. То есть, вот я сейчас разобрал нож и несколько, скажем, расстроился, потому что у меня такое ощущение, что в собранном в Китае Кершау-дрон, так как рукоять пластиковая, механизм опирается в металлический лайнер, сдаётся мне. Ну что ж, задача у меня улучшить ход клинка, а ещё посмотреть потенциально, возможно ли сделать так, чтобы нож использовался без доводчика. То есть, ну, вдруг получится. Я не говорю, что я хочу это сделать прямо сейчас, снять замок, лишить себя, так сказать, удовольствия. Вот. Нет, абсолютно ни в коем случае. Но, во всяком случае, хочется хотя бы просто прикинуть, насколько это осуществимо. Я вот пытаюсь снять лайнер, но что-то он уже очень уж крепко держится. Попробуем сделать это при помощи самого клинка. Расшатать слегка. При этом это делать надо аккуратно, потому что там, в конце концов, шайбы. Кто знает, насколько они непрочные. Сдаётся мне, что они не очень прочные. Опять возникли сложности. Не буду, так сказать, стонать здесь в камеру. Как разберу, продолжу. Нож разобран. Пришлось попотеть, потому что очень... Ну, в общем, практически нет зазора. Минимальные допуски на осевом винте и отверстиях лайнеров. Что, в общем-то, хорошо. Нож очень плотный. Я рад, на самом деле, что всё так, именно так. Теперь, какие, скажем так, есть косяки. А они, кстати, есть на американском ноже. Фокусируемся, смотрим. Значит, если увидите, скорее всего, увидите. Сейчас плоскость поймаю. Вот. Значит, шарик выработан. То есть, на новом ноже уже шарик лайнера выработан. Но я его трогать не буду. Сейчас объясню, почему. Потому что вот то место, где у нас ходит шарик. Ну, вот эта вот дуга. Так вот, на клинке нету пропила никакого. Гнезда, скажем так, для посадки этого шарика. То есть, почему так? То есть, нож только условно можно превратить в механический. Потому что, раз этого углубления здесь нету, значит, в закрытом состоянии шарик, нож держать не будет на лайнер-локе. А это означает, что, во-первых, он не будет флиповать, потому что именно выброс клинка из этого углубления дает импульс. А, во-вторых, это значит, что для того, чтобы сделать нож, надо не просто достать вот эту штуку, сделать его мануальным, ручным. Но и вот здесь вот, как следует, прицелиться, это еще если получится, и каким-то аккуратненько сверлом или бурчиком там вот сделать углубление под этот шарик. Потом вытащить шарик из лайнера, поставить его здоровой стороной, она там есть, и только после этого впрессовать его обратно, вбить его обратно. И вот только после этого оно заработает как ручной нож. Но теоретически, если вдруг нож сломается, ну, торсиончик сломается, да, пружинка, я, в принципе, это обязательно сделаю. Теперь шайбы. Вот в таком состоянии у нас шайба на новом ноже. Раз, сторона, два, сторона. Но здесь вроде не порнография, хотя тоже как бы ничего сильно хорошего. И вот такая милипусенькая шайба с другой стороны, с той стороны, собственно, где автомат. То есть, теоретически, если когда автомат будет снят, можно будет поставить туда шайбу побольше. Наверное. Но время покажет. Да, кстати, клинок еще не показал весь. То есть, вот здесь, вот с этой стороны, все в порядке. А вот с этой стороны мы имеем какую-то полную порнографию, засохшую смазку, ну и так далее, и тому подобное. То есть, некрасиво. Точно такую же порнографию мы имеем еще на лайнере, вот здесь вот, ну и следы смазки. Это я уберу, заменю своей смазкой. Такие вот, собственно говоря, дела. Еще, честно говоря, мне очень не понравилась обработка лайнера самого. Сейчас попытаюсь показать. То есть, он здесь какой-то то ли удар получил, то ли он уже износился, непонятно сейчас. Вот, видите, вот здесь вот этот момент или нет? Вот, вот, вот сейчас видно. Такая прям ступенька. То есть, я так понимаю, на клинок заходит только вот этот маленький кусочек. Вот, что тоже, в общем-то, честно говоря, не ахти и не добавляет уверенности в замке. Вот, ну, вы сами видите, что лайнеры облегченные, выпиленные, все фаски сняты, обработка деталей, на самом деле, на хорошем уровне. Вот, очень здорово. Вот в этом месте совершенно нету пропилов, потому что это именно та часть, где ходит, собственно говоря, торсиончик наш, дорогой. Вот, ну что ж, теперь нужно полировать, полировать, еще раз полировать шайбы. Это все радостно заполировать. И надеяться на то, что после полировки нож начнет вылетать еще лучше. Ну и, соответственно, получится... Хотя, я, честно говоря, думал, что не дожат осевой винт, поэтому клинок был капелюшечку, буквально на полмиллиметра, а не по центру. Вот, но, судя по тому, с каким усилием я его раскручивал, зажат осевой был практически на максимум. Ну, если он, так сказать, с такими шайбами все равно радостно, так сказать, выскакивал, то уж с полирнутыми шайбами он должен просто летать как, так сказать, вылетать как лазер, как меч джедая. Ну что ж, поработаем, потом посмотрим, обязательно покажу. Для вас пройдет мгновение, для меня несколько больше. Продолжаем. Я немножко популировал, да не немножко популировал, так от души. Значит, теперь попробую показать, как выглядит отопулированная шайба. Сейчас. Сейчас, у меня здесь отпечатки пальцев остались. Вдруг кто-то их снимет. Значит, отопулированная шайба выглядит вот так. То есть, с нее не сняты абсолютно все риски, которые были, потому что я не полировал ее по очереди, там, снимая следы от прошлого абразива и так далее. Но, во всяком случае, состояние ее значительно улучшилось. Вот объектив камеры. Вот я. Соответственно, она стала значительно-значительно симпатичнее. Сейчас я заметил в немаленькую бяку. Я ее убрал. Этого будет вполне достаточно. То есть, то же самое с этой шайбой. Здесь многого увидеть не получится, но тоже у нее уже зеркальный блеск. Все в порядке. То есть, она тоже будет работать гораздо лучше. При этом, я намеренно с одной стороны делаю ее чуть менее полированной, а с другой чуть более. Чтобы та часть, которая чуть более соприкасалась с клинком, а та часть, которая чуть менее упиралась в лайнер. И она об лайнер скользить не будет, а об клинок будет. Мне кажется, такой вариант наиболее оптимальный. Скажем так. Вот здесь я ничего не сделал. Просто почистил аккуратненько. Что касается клинка, то теперь он у нас чуть-чуть стал более аккуратным. Вот так вот он отражает свет. Этого, опять-таки, тоже достаточно. Это, как показывает практика. То есть, не будем забывать, что нож с асистом он флиповал благодаря асисту даже с весьма, так сказать, грустной заводской, скажем так, комплектацией. Теперь будем собирать нож. Давайте я даже соберу его вживую, наверное, потому что очень большим, скажем так, вопросом будет именно при сборке ножа. очень большим вопросом будет, как поместить на место пружину. Итак, значит, со стороны лайнера, как ни странно, у нас была большая шайба. Вот эта. Потому что лайнеру она вот не мешает. Не мешает. Вот. Соответственно, вот она у нас здесь лежит. Теперь берем клиночек. Сейчас я его чуть-чуть почищу. То он уже совсем заляпанный какой-то стал. Ну, в общем, он от Stonewosh, причем так достаточно сильно, и из-за этого на нем так остаются все следы. Это просто, конечно, ужас какой-то. То есть, он на себе собирает практически все, что только можно и нельзя. Так, сейчас я на столе неудобно. Я на весу это сделаю, пожалуй. Так, я на весу сделал и зафиксировал лайнер в открытом положении. Ой, слушайте, совсем дурак, совсем забыл. Как же капелька фирменного швейцарского масла. Совсем с головой плохо. Посреди ночи все-таки нельзя такими вещами заниматься. Я много масла не лью, потому что я не люблю, когда клинок, когда нож весь мокрый, и из него прям сочится это масло. Это отвратительно, на мой взгляд, если честно. Вот. Потом он грязь начинает жутко набирать. Просто жутко. Так, сюда капельку. Теперь смотрим, какой стороной. Вот этой стороной. Сейчас тоже маленькая бяка нашлась, уберем. Ставим шайбочку на место. Наделась. Хорошо. Теперь ставим боночки. Ну, ровно на свое место они, конечно, не попадут. Но хотя бы приблизительно. Теперь надо попасть в осевой винт. Хоть как-нибудь. Ой. Так. Все понятно. Боночки у нас слишком скользкие. Они просто вначале так здорово прикрепились, что я подумал, можно их будет сразу поставить. Но нет. Тогда сначала ставим лайнер на осевой. Это очень сложно. Это вот то, что вызвало у меня проблему. Я вытащу нож из кадра. В самом начале. То есть, фактически я сейчас накручиваю лайнер, чтобы посадить на осевой. Просто накручиваю. То есть, я не знаю, как бы, скажем так, это так и задумано кершами, чтобы она, эта штука так туго садилась. Или это просто, скажем так, совпали две неточности в изготовлении. Понятия не имею, если честно. Но то, как туго это происходит, если честно, меня безумно радует. Я не знаю, почему. Ну, вот мне нравится, что это все так туго ходит. То есть, это вызывает у меня, скажем так, большую уверенность. Все поставил. Сейчас. Теперь бонки должны лучше держаться. Да, так и есть. Они действительно лучше держатся. Так, теперь проблема будет основная в том, чтобы их особо не сдвигая поставить пружинку и все это радостно закрыть. Честно говоря, ну, я понимаю, что смазка была у завода-изготовителя более плотная, значительно более плотная. И, наверное, вот то, что я сейчас делаю, это не совсем пойдет на пользу ножу. Не знаю. Но, честно говоря, в мои планы не входит оставлять нож сухим, а другой смазки у меня нет. Так, теперь приблизительно, если так посмотреть, то вроде бы соответствует то, где оно сидит, местечко. Ну, в общем-то, да, соответствует. Так, ну что ж. Будем пытаться это все закрутить. Сначала слегка осевой, не до конца. Не до конца. Чтобы оставить возможность для маневра. И точно так же не до конца будем, так сказать, искать, где там боночки. Даже не знаю, нашел я эту, не нашел. Видимо, нет. Но это еще как-то держится. Лучше попробовать вот эту. Так, я прошу прощения, что достал нож из кадра, но по-другому тут просто никак. Так, вот. Эту я поймал. И я поймал второе отверстие. Все, я ее до конца не затянул, но вполне надежно она туда залезла. Сейчас, извините, теперь невозможно все делать на камеру, к сожалению. В самом случае, не в моем, к сожалению, случае. Так, все это я тоже посадил. На свое место штуку. Тоже не до конца. То есть, когда вот так вот крутишь, то есть, хочешь не хочешь, до конца не затянешь. И это хорошо, потому что всегда можно оставить, скажем, поле для маневра, для регулировки и так далее. Так-с. Посмотрим, что мы получили. Пружина замка взводится. Она вот с таким тихим хрустом встала на свое место. Я пока не буду давать ему щелкать. Я просто пару раз его открою-закрою. Значит, клинок встал, кстати, был не по центру, встал ровно в центр. Ой, честно говоря, сейчас немножко пооргазмирую благодаря этой ситуации. Вот. Значит, теперь берем осевой и начинаем затягивать, контролируя клинок. Так, клинок начал уходить в сторону. После этого еще раз закрываем. Смотрим. Да, клинок чуть ушел в сторону. Сейчас прошу прощения опять-таки. Так. И нож стал ходить значительно труднее. Значит, я знатно его перетянул. Расслабляем осевой совсем. Делаем несколько движений. Странно. А, все, не странно. Я все понял. Так-с. Значит, ситуация здесь такая. Я прошу прощения, что отвлекся. Ситуация здесь такая. Самое главное здесь не перетянуть осевой винт, потому что все настолько туго в ноже сделано, что как только вы перетягиваете осевой винт, то вы сразу же получаете тугой ход. При этом осевой винт намертво сажает лайнеры друг на друга, и после того, как вы перестаете давить уже даже им, расслабляете его толку, от этого никакого. Он все равно продолжает уже, так сказать, находиться не на своем месте. Вот. То есть, регулировка прекращается. Поэтому, чтобы действительно было отрегулировано, надо очень медленно затягивать осевой. Очень медленно. Значит, сейчас я прервусь буквально на две минуты. Вот это все, так сказать, гармонию наведу и снова все покажу. Так, работа закончена, точная регулировка сделана, все болты затянуты, осевой затянут с необходимым усилием. Раскручиваться, разбалтываться он не будет. В принципе, если честно, большой необходимости в том, чтобы разбирать этот нож у меня не было. Мне просто захотелось это сделать, посмотреть, что там внутри и в общем и целом, так сказать, ну да, познакомиться с работой этого механизма. Посмотрите, как он изнутри устроен. В принципе, система простая и система работает так, что разбирать ее на самом деле не нужно. Не потому, что, как бы, не имеет, скажем так, это, ну как бы, что можно что-то испортить или что. нет. Просто это не имеет большого смысла. То есть, нож, в принципе, как работал хорошо, естественно, так же хорошо и работает. Вот. Может быть, даже, как бы, ну вот, при этом, как бы, клинок падает, как только снимаешь его с замка. То есть, ход клинка очень мягкий, хороший. Если взять, для примера, тот же Кершаудрон, у него клинок не падает. Да, то есть, как бы, ход немножко потуже. Но, при этом, как бы, стреляет он точно так же. Соответственно, мощная пружина, это все, что нужно этому ножу, такому ножу, с механизмом спецей, чтобы работать. Я считаю, что разборки требуют данный механизм, только если он загрязнился. Но, так как весь механизм, на самом деле, скрыт внутри лайнера, и доступ к этому месту только через клинок, через ту дырочку, куда входит пружинка, загрязнение этого механизма, очень, 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 очень маловероятно. Что касается смазки, я через какое-то время использование ножа, просто, ну, разберу его еще раз, не до конца, и посмотрю, как держится эта смазка. Я думаю, что, на самом деле, она, на поверхности, вот, сколько ее останется, столько и достаточно. Вот. Ну, собственно говоря, на этом все. Клинок сейчас находится, какой-то показатель-то. Клинок, в общем, находится по центру. Если есть какая-то легкая асимметрия, то это на грани визуального восприятия. Вот, это приятно. Соответственно, щелкает он неплохо. Люфтов, в общем-то, никаких нет. Ну, может быть, на носике какой-то милипусечный люфт. Кстати, сейчас проверю, если на кершево-дроне люфт. Да, точно так же на уровне ощущений небольшой поперечный люфт. Ну, в данном случае здесь он просто нужен для работы, потому что пружина не может толкнуть, когда это все полностью прочно затянуто. Ну, собственно, вот. Цель достигнута. Нож разобран, собран, он работает. При этом выяснилось, что до конца сделать его ручным без доработок невозможно. Но с доработками, которые в принципе реальны, можно сделать его ручным, если сломается пружина. Хотя, на мой взгляд, просто проще поискать и найти такую же пружинку. Ну, вот, собственно, все. Надеюсь, вам было интересно это видео. в принципе, я настоятельно рекомендую спидсейфовый ассистед опенинг ножи фирмы Кершел не разбирать, пока они того не потребуют. Потому что я потратил довольно много времени, если честно, закадрового. Вот. При этом, как бы, ну, а что могло улучшиться, да, если, как бы, клинок и так вылетает при помощи ассиста. Своё любопытство я утолил. Ну, что ж, спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч в интернет-эфире.